Джон Пайпер «Страсти Христовы» глава 48 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы обрести радость самому и даровать её нам. Иисус, вместо принадлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел, одеснуя престола Божья. Послание к Евреям, глава 12, стих 2 Путь к радости нелёгок. Он труден для нас, нелёгким Он был и для Иисуса. Он стоил Ему жизни, и нам Он также может стоить жизни. Вместо принадлежавшей Ему радости, претерпел крест. Вначале была агония креста, затем блаженство небес. Другого пути не было. Иисусу предстояла великая радость, радость возобновления общения с Отцом. Полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 15, стих 11 Радость победы над грехом. Совершив собою очищение грехов наших, Христос воссел одесную престола величия на высоте. Послание к Евреям, глава 1, стих 3 Радость от восстановления законных божественных прав, и воссел одесную престола Божия. Послание к Евреям, глава 12, стих 2 Радость принять славу от всех тех, за кого Он умер. На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся. Евангелие от Луки, глава 15, стих 7 А покаявшихся будут миллионны. А как насчет нас? Может, Христос обрел радость, оставив нам участь проводить наши дни в невзгодах и несчастьях? Нет. Перед смертью Он ясно дал понять, что Его радость связана с нашей. В Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 11 читаем Сие сказал Я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершена. Он знал, что Его радость будет великой и совершенной, и поэтому сказал, да радость моя в вас прибудет. Все мы, доверившие себя Иисусу, возрадуемся Его радостью, насколько только возможно человеку вместить это божественное чувство. Однако путь к этой радости будет тяжелым. Иисус предупредил нас. В мире будете иметь скорбь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33 Ученик не выше Учителя. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 24 и 25 Некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Евангелие от Луки, глава 21, стихи 16 и 17 Таким путем прошел Иисус, и это путь к радости, Его радости, торжествующей в нас. Поэтому наша радость совершенна. Надежда радости помогла Христу пройти через крест. Нас же она укрепляет в скорбях, побуждая в страдании уповать на Него. Иисус готовил нас к этому, говоря, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11 и 12 Нашей наградой будет та же радость, которую даровал Божьему Сыну Его Отец. Если бы Иисус умер не по Своей воле, то ни Он, ни мы никогда не смогли бы радоваться. Он не исполнил бы Своей миссии, а мы погибли бы в Своих грехах. Его радость, равно как и наша, была куплена на кресте. Теперь мы следуем за Ним по пути любви. Мы считаем, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 18 Вместе с ним мы несем его поругание, зная, что впереди нас ждет неописуемая радость. Мы сможем пройти любые трудности, которых потребует от нас любовь. Не потому, что мы герои, наша сила от дарованной нам надежды. Вечером водворяется плач, а наутро радость. Псалом 29, стих 6